Это что же? Это значит, что она мне изменяет, да? Ну, по идее, да. Но честно вам скажу, что что-то меня смущает в этом видео. Измены. Это тема моего исследования, которое длится уже лет 15. И чем больше я его знаю, тем сложнее кажется мне эта тема. Тема неверности. Я сексолог. Ну, то есть психолог, специализация которого отношения между мужчиной и женщиной. Я ищу ключ к пониманию этого явления повсюду. В научных трудах, в литературе, в картинах, в музыке. В своей жизни. Ищу. Я никогда не обманываю людей, которые обратились ко мне за помощью. Честно говорю, что нет на свете такого средства. Ну, или я пока не знаю о нем, которое мигом решило бы все проблемы. Вылечило бы боль, которую причиняет измены. Или искоренило бы неверность на корню. Но я ищу его. И, возможно, каждая новая история приближает меня к заветной цели. Возможно. Новый стол купил. Класс. Очень стильно. Причем как в музее. По-писательски, так знаешь. Мемориальный кабинет Ломагина. Оля. Какая же ты язва, а. Вот столько лет тебя знаю, и все поражаюсь. Как твой добрый Иннокентий тебя терпит. Кеша. Он уверяет, что паркет в нашем доме прожжен моим ядом. Но я тебе по секрету скажу. Это он своим пеплом прожигает, и на меня сваливает. А я думаю, что это действительно твой яд. Тем не менее, он на 15 лет меня старше. А выглядит. Как думаешь, почему? Ну, почему? Да потому, что мы с ним все время хохочем. Да, бываю иногда рисковато. Но Кеша обожает мои шутки. И я думаю, что наш смех позволил нам неплохо сохраниться. Ну, да, действительно. За последние 30 лет ты совсем не изменилась. Да-да-да-да-да-да-да. Лавелас. Ну, что случилось? Алла. Мне кажется, она мне изменяет. Ну, что? Нашла? Что нашла? А что ты искала? Завещание? Я Антон. По просьбе Виктора Павловича. Навожу порядок у него в столе. Это его роман. А он свой роман по всем ящикам распихал, да? Нет, он потерял свой рецепт. И вообще, почему я должна при вами оправдываться? Я не искала никакого завещания. Конечно, Людочка не искала. И замуж за старикам, и по любви выходим, да? Не нужна нам его дача в Переделкино. Квартира в центре не нужна. Мы за искусство. Антон, что вам от меня надо? Мне? Справедливости. Пустите меня, пожалуйста. Не пущу. Мой отец не от мира сего. Если он думает, что такая молодая и красивая Фемина его любит. Но мы с тобой знаем, что это не так, да? Расскажи мне, моя хорошая, чего ты от него хочешь? Что? Расскажу. Расскажу Антону Виктору Павловичу, что вы пристаете ко мне. Я пристаю к тебе? Да ты даже не в моем вкусе. А как бы благородно было, да? Заставить отца ревновать к собственному сыну, зная, что у него больное сердце. Да я не в том смысле. В том смысле, что вы меня оскорбляете. Как же я тебя оскорбил? И вообще, что ты ему скажешь? То, что Антон тебя раскусил? Что ты выходишь замуж за его гонорар и недвижку? Антон, Вы очень подлый человек. И Виктор Павлович страдает от этого. Да? Из-за родного сына страдает. А неродной девке готов отдать все, что хочешь. Я не хочу с вами больше разговаривать. Если ты залезла к нему в постель, ты и дальше залезешь. Это я отлично понимаю. Так что давай договоримся. Ты не наглей, главное. У него на всех хватит. Не надо выходить за него замуж. Окей? Не выйдешь, а я сделаю так, что он тебя в своем завещании не обидит. Товарь! Теперь это война, слышишь? Теперь война! Добрый день. Вы ко мне? Ну, если вы Андрей Николаевич, к вам. Меня прислал Светлана Павловна. Он сказал, она вас очень ждет. Дело срочное. Я могу войти? Светлана Павловна? Ах, ну да. Спасибо. Значит, здесь вы принимаете, здесь консультируете, здесь ваш помощник, я вижу, работает. Настоящей приемной у вас нет. Нормальной приемной? Ну, нет у меня нормальной приемной. Ну, что я могу сказать? Плохо? Присаживайтесь. Итак, вот какой график меня интересует. Начинать надо рано, часов в восемь. Сейчас многие полюбили начинать в десять. Это распущенность. Потом хороший перерыв на обед. Кухня же у вас есть? Я не переношу ресторанной еды. Потом перерыв на чай. Никаких переработок, этого я не люблю. Приступить я могу завтра. Но сегодняшний день тоже должен пойти в оплату. Да, нет, если мы с вами договоримся, то начать вы можете, когда вам... Я уже начала. Потребитесь четче формулировать мысль. Итак, во сколько начинаем? Когда перерыв на ланч? Вы... Простите, как ваше имя, отчество? Алевтина Ивановна. Знаете, Алевтина Ивановна, мне кажется, очень неловкая ситуация. Мне кажется, Светлана Павловна, ваша, она... Ваша. Да, наша, ваша. Мне кажется, подшутила над вами и, собственно, над нами. Мне действительно нужна помощница. А я очень старая. Да нет, ну зачем вы, ну при чем? Но должна вас угорчить, в этом городе лучше меня никого нет. Это все знают. Ну, правда, очень неловко, я... Алло, Светлана Павловна, вы мне должны. Да нет, нет, не пробничек, а настоящий полновесный флакон духов, а не пизерек, как говорила ваша бабушка. Потому что идет седьмая минута разговор, а ваш гениальный доктор, ну ни сном, ни духом не подозревает, кто я и с кем я работала. А вы меня уверяли, что он меня раскусит прямо с первой секунды. Он, по-моему, он при смерти от ужаса, что в его дом вырвалась какая-то полоумная старуха. Он, по-моему, стал соображать. Я вам позже перезвоню. Погодите, вы... Это вы? Ну... Ну вы же... Вы же та самая, как же я сразу-то... Наконец-то. Что же вы меня пугаете так? Ой, как я рад, что вы пришли. Вы даже как же воздушный кошмар. Фух. Ну как же... Как же я... Ну вы актриса, Алевтина Ивановна. О! Ой, ужас. Нужно чаще проветривать, знаете ли. Да. Как же я рад с вами познакомиться. Здрасте. Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Видишь, что-то случилось? С тобой все в порядке? Ты как себя чувствуешь? Случилось то, чего я больше всего боялся. Ты встретила свою любовь. Молодого, красивого. И жалеешь меня, боишься напугать, довести до сердечного приступа. Поэтому продолжаешь терпеть в меня неприятного тебе стареющего мужчину. Ну и обманываешь меня с ним. Вить, ну с чего ты это взял? Ты можешь быть со мной откровенна. Я все пойму. Только я тебя очень прошу, не надо меня обманывать. Вить, ну никто тебя не обманывает. У меня никого нет. Или тебя кто-то насплетничал? Это Антон? Нет, это не Антон. Он ненавидит меня. Он подлогнулся. Мне неприятно, что ты так о нем говоришь. Я очень виноват перед ним. Да ни в чем ты не виноват. Он бегает тут по дому, пока тебя нет. А перед тобой специально притворяется, чтобы подольше побыть здесь. Я не вижу ничего страшного в том, что он хочет быть рядом со мной. Он не любит тебя. Ему нужны только твои деньги. Мне очень неприятно это слушать. Ты ненавидишь его, он ненавидит тебя. Не надо вот этого, милая. Не надо вот этих войн у меня дома. Я все равно на тебя женюсь, если ты этого захочешь. И ты до сих пор можешь продолжать пользоваться мной, моим домом. Всем тем, что здесь находится. Только я прошу, не надо меня обманывать. Лучше скажи мне честно, у тебя другой появился? Андрей, у меня к вам просьба. Что хотите? А не могли бы вы принять моего старого друга, прозаикала Магина? Слышали? А Магина? Конечно. А что срислось у него? Старый дурень. На старости лет влюбился в молодую барышню. Теперь от мысли, что она ему изменяет с молодым, у него крышу сносит. Что вы хихикаете? Мне очень нравится, Левтина Ивановна, ваш лексикон. Я еще и не такие слова знаю. Замечательно. Как? А вы уже уезжаете? Что-то у вас чемоданчик-то неприподъемный. Антиквариата Папкиного прихватила. Сама туда тащишь или может помочь? Антон, вот вам мало? Вы так что-то ему такое наговорили, что он с ума сошел и больше никого не слушает. Не ему, а моему отцу. Я прошу, чтобы ты обращалась к нему как положено. Виктор Палыч. Он в первую очередь знаменитый писатель. И в последнюю очередь жертва обманутой тобой. Моему отцу пастарта. Ой, нашлась графиня чистых кровей. Аристократка, блин, из деревни Нижние Мымры. Антон, вот я же вас не оскорбляла. За что вы на меня так кидаетесь? Я защищаю честь Виктора Ломагина. От брачной эфиристки. А знаете, вы правы. Не стоит мне уезжать. Э-э-э. Ты давай дуй. Дуй, дуй давай. Умерла так умерла. Да, вы правы. Я уеду сегодня. Но только налегке. Потому что вы меня не только в рабстве, а еще бог ведь знает, в чем можете обвинить. Вы, Антон, что-то замышляете. Вот только, к сожалению, я не знаю, что. Но я обязательно это узнаю. Ну вот, понимаете. В молодости он был очень известным тележурналистом. Ну, очень. Ну, я помню его репортажи, конечно. Ну, в общем, он колесил по всей стране, и всюду его принимали как звезду. Ага. Ну, и, конечно, поклонницы, ну, обожание. Мы как-то с Виноградовым ездили на евразийский семинар по психологии. И он там был, он снимал фильм об этом. Так вот, не Виноградов и не другие там ученые с мировым именем были в центре внимания, а он. Женщины за ним гонялись просто табуном. Нам, честно говоря, было даже неудобно, что мы с ним знакомы. Ну, а чем брал-то, чем цеплял женщин-то? Ну, такие времена были. Ну, звезд не штамповали пачками, как сейчас. Да, ну, там был десяток эстрадных звезд на всю страну. Иностранцы тогда еще к нам не ездили. Ну, вот эту нишу и заполняли там журналисты, тележурналисты, дикторы. Ну, и вот такие репортеры, как он. Ну, а потом он чертовски хороший был. Галантин, воспитан. Ну, в общем, ну, смерть провинциал, кому отнесло. Опа. Это что за явление? Ты же уехала. А я не доделала одно дело. Ты знаешь, мы без тебя справимся. Нет, что спасибо. В свои дела я вас посвящать точно не буду. Понимаешь, что-то такое дело. Куда-то пропали две мои кофточки с капюшонами. Сначала я одну не могла найти, а потом вот собирала чемоданы и вторую не обнаружила. Ваших рук дело. Слушай, ты совсем шли тю-тю? Никто, кроме вас, не мог их взять. Ты знаешь, ты когда начинаешь говорить, у меня ощущение, что ты бредишь. Я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Ну, они же пропали. Где мои кофты? Слушай, коза, я не фетишист. Ты мне не нравишься. Мне не нравится, как ты одеваешься. Мне не нравятся твои кофты. У тебя вообще нет никакой индивидуальности. Ты вся какая-то скрытная. И кофточки носишь с капюшоном. Какие кофты? О чем ты говоришь? Слушай, их только вы могли взять. Слушай, может тебе валерьянки накапать, а? Послушайте, я, конечно, не знаю, но пропажа моих вещей как-то связана с очень гнусной историей, которую вы рассказали Виктору Павловичу по поводу якобы моих измен. Ты знаешь, а я слышал, что от бреда очень хорошо помогают ледяные ванны. Попробуй. Оба моих сына и от первого и второго брака совершенно замечательные парни. Самостоятельные, умные. Я не стесняюсь их хвалить, потому что признаю, что в этом ровном счете никакой моей заслуги нет. Я ими не занимался, их воспитывали матери. Теперь, когда я получил одну премию, потом другую, неожиданно стал не то что богатым, а состоятельным человеком, я стал предлагать им помощь. Но они каждый раз тактично отказываются. Что мне, конечно, обидно, а с другой стороны, заслужил. Ничего не скажешь. Понимаю. Виктор Павлович, насколько я понял, у вас есть еще один сын. Правильно. Ему 25 лет. Но я увидел его всего лишь год назад. Ничего себе. Прямо как в романе. Ну да. Как в романе. Да. Как в романе. 25 лет назад мы со съемочной группой в Твери застряли. Что-то там у нас произошло. То ли пленка кончилась, то ли что-то из техники сломалось. Ну, словно, вся группа уехала в Москву эту проблему решать. А я решил туда-сюда не мотаться и остаться на денечке в Твери. Ну, всех проводил и вечером заселился в гостиницу. А там администратор. Ну, просто Наталья Николаевна Пушкина. Талия-то песочные часы. Вера, Верочка, у меня даже в мыслях ничего не было. Хотя по женской части я увлекался. А она сама вечером ко мне в номер пришла. Представляете? Представляю. Знаете, я ведь никому никогда об этом не рассказывал. Я вообще считаю, что мужчина не должен про женщину. Согласен с вами абсолютно. Но, Виктор Павлович, у нас все-таки другая с вами ситуация. Да и вы же не перед гусарами бравируете победами. Правда? Вы правы. Ну, далее. В общем, она пришла меня проспрашивать о жизни в Москве. И она была инициатором. я, конечно, хотел принять меры предосторожности. Но она сказала, что ничего страшного, у меня такие дни, я ничем не рискую. И вы поверили? Ну, посмотрел бы и на того, кто на моем месте не поверил бы. Прелестная молодая особа перед вами, почти голая, приглашает вас. Ну, в общем, все случилось. На следующий день мы сняли сюжет и уехали. Я хотел с ней повидаться, как-то связаться, но как-то дела в Москве замотался. она мне с кем-то на телевидении передала письмо. Так, мол, и так. Я беременна. Ну, ни адреса, ни телефона я, естественно, ей не оставил. Угу. А у меня тут карьерный рост, а у меня тут жена. В общем, картины Репина не ждали. Короче, я поехал, я к ней в Тверь. и уговаривать не делать абортов. Но она ни в какую. Я поклялся, что буду каждый месяц переводить ей деньги. Припугнул, чтобы молчала. А то, говорю, мне с моими связями доказать, что ты просто меня шантажируешь расплюнуть. Ну, вот. Вспоминать до сих пор мерзко стыдно. Но, так или иначе, это все прокатило. Это же не абстрактный роман. Это уже что-то похожее на «Москва слезам не верит». А, кстати, Меньшов ведь тот сюжет не выдумал. Он его и жизнью взял. А я, выходит, повторил путь оператора Родиона Рачков. Рачков. Точно так его звали. Ну, я так понимаю, на этом параллели заканчивается. Ваш сюжет пошел все-таки в другую плоскость, нежели в кино, да? Да, совсем по другому пути. Я переводил и деньги исправно каждый месяц. Потом, когда я посчитал, что уже 18 лет прошло, деньги переводить перестал. Ничего, никакого письма. Ну, в Тверь я больше не ездил. Встречи с ней не искал. и вдруг год назад приезжает ко мне такой рыхлый какой-то юноша. Так. Совершенно не моя порода и на веру не похож. Здрасте, говорит. Я ваш сын. О как. И вываливает дня на стол пачку квитанции о переводе денег, которые Верочка все эти годы аккуратно складывала в стопочку. Она ему, оказывается, ничего не рассказывала. Плела что-то там про папу летчика, как обычно. А год назад она умерла. А он у нее в шкатулочке нашел квиточки эти. Два неотправленных мне письма. Верочка. Виктор Павлович, с каким настроением явился к вам Антон? Высказать свою обиду, что-то потребовать? Что было? А когда он позвонил и предупредил, что едет, ну, я, честно, ожидал худшего. Боялся, что начнутся разговоры про загубленную молодость матери, про детство без отца. Нет, ничего подобного. Он, видя мою растерянность, сразу перевел разговор в практическое русло. Ну, насколько я понимаю, ведь формально вы уже не были в долгу ни перед ним, ни перед мамой в 18 лет, да? Ну да, и он, кстати, мог это видеть по квитанциям. Тем более... Какие деньги переводил? Ну нет, денег он не требовал. Он сказал, что хочет, чтобы я дал ему свою фамилию, хочет, чтобы я усыновил его официально и устроил на работу. Угу. Ну, серьезное заявление. Да. Немало. Он готовился. Он знал, что я в шорт-листе серьезной премии. Угу. Он знал, что меня выдвигают на серьезный пост союз писателей. Он прекрасно понимал, что достаточно ему дойти до ближайшей бульварной газетенки. Или обратиться в программу на ТВ, и я сразу стану скандально известным персонажем. Чего мне, конечно, очень бы не хотелось. Виктор Павлович, я прошу прощения, не хочется произносить это слово, но как-то это смахивает на шантаж. Очень мягкий шантаж. Он просто намекнул, я все понял. С другой стороны, он имел на это право, верно? Если так разобраться. Да, я тоже так думал, пока исполнял все эти желания. И вот, когда все три желания были исполнены, он заявил мне, что хочет наравне с другими братьями разделить мое наследство. Квартиру, дачу и права на книги. Ну, я так понимаю, это не входило в ваши планы. Честно вам признаться, а? Собираюсь еще пожить. Будьте здоровы, Виктор Павлович. Спасибо. Ну, разумеется, поэтому я в деталях о завещании не думал. Но если в общих чертах, на самом деле, нажил я не так уж много. Но права на книги я хотел отдать сыновьям. Квартиру и дачу Людочки. А Антону денег. Сколько там получится, я не знаю. Ну да, а Антон об этом знает? Кажется, догадывается. Первый раз я с ним достаточно жестко поговорил, когда он поднял вопрос о наследстве. Он сначала обиделся, исчез куда-то. Потом где-то через месяц перезвонил. И попросил, чтобы я дал ему приют. Он ногу сломал. Ему нужно было спокойное место для реабилитации. Ну, я согласился приютить его на это время. Нашла. Блин. Виктор Павлович, вас что-то смущает? Людочка, я же про нее пришел поговорить, а мы с вами все никак не доберемся. Доберемся, доберемся, я вам обещаю. Итак, Антон поселился у вас, да? Да. И все пошло как-то наперекосяк. Он все время попадается мне на глаза, пытается мне услужить, хотя он еще плохо ходит, прихрамывает. Он даже убедил мою Варвару Васильевну, это женщина, которая помогает мне по хозяйству, что она может отдохнуть, а он по хозяйству будет помогать сам. А Варвара Васильевна Антона сразу как-то не взлюбила. Она человек прямой, пришла и сказала, пока он здесь, я и вправду, пожалуй, отдохну. И уехала. Получается, что Антон сразу включился в домашние заботы, да? Активно? Да. У нас в поселке обворовали один дом. Но это обычное дело, к сожалению. Особенно в межсезонье, ну, когда все уезжают. Ну да. Но Антон развил бурную активность, пригласил какого-то мастера, он поставил камеры слежения на участке, на входе в дом, даже в гостиной. Он провел сигнализацию. И вот позавчера приносит мне флешку с камеры наблюдения. А что говорит этот парень, делает в нашем, нашем, нашем доме. Угу. Ну и показывает мне запись. Или моя людочка с каким-то... Запись, Виктор Павлович, запись, запись. У вас? Да, я специально для вас сделал копию. Угу. Давайте. Здесь, да? Я про это и пришел поговорить. Угу. Это же значит, что она мне изменяет? Я же должен верить в собственные глаза. Ну, вроде как бы, да. Ну, вот, честно вам скажу, не знаю что, что-то смущает меня. Вот меня смущает только то, что людочка... Подождите. Я верил безоговорочно. Виктор Павлович, погодите. Давайте пока оставим видео в покое. Да? Вот по вашей людочке. Да? Основной вопрос. Собственно, главный вопрос. Она сама, как и мама Антона, пригласила вас в совместную жизнь? Или нет? Да нет, ну что вы. Да я прекрасно понимал, что смешно выгляжу. Но это правда мой. Мой идеал. Знаете, как я долго ее добивался? Так, а свадьба это ее идея? Моя. Моя. И, кстати, она до сих пор не сказала мне, да. Ладно. Скажите, кто по профессии Антон? Режиссер монтажа, работает на телевидении. Он там начинал у себя в Твери. Потом я его здесь, в Москве, устроил. Даже там курсы заканчивал какие-то. Ну вот, я же вам говорил, мы вернемся к видео. Никакой это не объективный взгляд с камер наблюдения. Это фальшивка. Вы в этом уверены? Ну, девяносто девять и девять десяток. А почему? Ну, давайте, давайте рассуждать. Людочка знала, где находится камера? Нет. Нет. Допустим, она приводит в дом мужчину, давайте назовем его страшным словом любовник, пока мы еще не выяснили правду. человек в доме первый раз. Он знает, где висит камера? Разумеется, нет. Разумеется, нет. Так посмотрите, почему же они двигаются? Абсолютно вопреки логике движения и ситуации. Они нигде не показывают свои лица. Вроде как, они вот так смело здесь ходят, а нигде вы не увидите их лица. согласитесь, это странно. Да, не знаю, почему странно. Мягко говоря, странно. Да, но это же ведь Людочка и вот эта ее кофточка и прическа. Да, с капюшоном. Правда? Вы видели хоть раз где-нибудь ее лицо здесь? Как бы там ни было, это то, с чем нам предстоит разобраться. В любом случае. На сегодня все. Езжайте домой, отдыхайте. Ищите Людочку, нам нужно с ней поговорить. И прошу вас, будьте осторожны. Ни в коем случае не вступайте с Антоном в какие-то длительные разговоры. Сошлитесь на плохое самочувствие, на усталость, я не знаю, запритесь в комнате и отдыхайте. И вызванивайте Людочку. Но при этом сделайте это так, чтобы об этом не знал Антон. Потому что мы не знаем, с кем мы имеем дело, с кем вы имеете дело. Это может быть наглый врун, а может быть хуже, может быть это профессиональный аферист, понимаете? Вот тогда вы можете быть в опасности, понимаете? Тогда будьте осторожны. И будем на связи с вами. О, это все как-то странно, доктор. Как-то похоже на игру в шпионов. Ну, в общем, да, приятно мало. Да, я верю, точнее, мне хочется вам верить и надеяться, что эта запись фальшивка. фальшивка. Антон, а это что? Что происходит? Папа. Папа, ты, ты только не нервничай. Я должен сказать тебе, твоя Людочка, она воровка. Она постоянно таскала из дома, а ты такой рассеянный, ничего и не замечал. Но я стал за ней присматривать, она психанула и собралась бежать. я вот чемодан отобрал у нее, ну, тут сам видишь. Да ты что? А ты знаешь, я о чем-то таком подозревал. Да, да. ну, спасибо тебе, что ты это выяснил. Ой, что-то мне нехорошо. Я пойду прилягу. ты уж без меня поужинай. Да, кстати, а Людочка-то сама где? Сбежала. Он от испуга даже телефон бросил. Да. А что же она, дурочка, такую скромную картинку-то прихватила. Мне ведь подороже есть. Что? Я говорю, картина эта сейчас самая дорогая. Самая. Неожиданный поворот темы. Мать Антона жива. Что? Мой человек поговорил с ней, она напугана до смерти. ждет вашего звонка. Вера Васильевна. Неожиданно. Вот поэтому? угу. Алло. Вера Васильевна? Да. Добрый день. Меня зовут Андрей Румянцев. Я хотел бы поговорить с вашим сыном Антоном. Его нет. А где он? В Москву уехал. К папе? Вера Васильевна, послушайте меня, Я понимаю, вам непросто, но дело в том, что пока Антон не натворил делов, пожалуйста, будьте откровенны со мной. Я прошу вас. Это очень важно. Мне тогда старшие женщины научили. Многие из них так и сделали. Легли с командировочными. И кто деньги потом получил, кто подарки. грех, конечно, но я молодая была, глупая. Нищета такая была, что страшно вспомнить. А этот приехал, лощеный такой, пах вкусно. Не то, что наши мужики. И все 18 лет как часы мне денежку слал. Хороший человек попался. Вера Васильевна, милая, скажите, а как Антон узнал? Он сказал вам, зачем едет? Сказал бы, зачем, так я бы его не пустила. Он сказал, поступать поехал. А как узнал? Да он за девушкой тут начал ухаживать. А ее мать, возьми, ляпни, что он не своего отца сын, а какого-то черта заезжего. А ведь это вранье. Он Кольникин мужа моего, царство ему небесное. Погодите, так он не Ломагина сын? Да нет, конечно. Антон! 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 Витя. Папа, я взял немного денег и так кое-что прихватил по мелочи. Если заявишь на меня ментам и меня начнут искать, я успею отправить в газету статью «Как ты девушек в провинции насиловал...» «Как ты девушек в провинции насиловал, а потом от своих детей бегал». Не сомневайся. Так что лучше не надо. Лучше ты на работе моей никому ничего не говори и вот тогда мы расстанемся друзьями. Людочка твоя... Я не буду читать это слово. С тобой и за денег. Антон Ломагин. Что я наделала? Это же улика. Да рви, рви. Я на него не буду заявлять. Что ты будешь делать с Антоном? Что? помогать буду по мере сына. Чтобы вором не стал. И к Вере, к Вере Василию обязательно съезжу. Поедешь со мной? с Антоном смешу. Кто не а н н Продолжение следует...